Третий год подряд Брестское областное объединение профсоюзов в торжественной обстановке чествует победителей областного смотра конкурса по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. Участниками мероприятия стали лучшие представители профсоюзных комитетов, общественных комиссий, а также общественные инспекторы. Все они проявили себя, продвигая принцип охраны труда, работая на предупреждение профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев на производстве. Конечно, это нелегко сделать, чтобы определить из 12 тысяч общественных технических инспекторов лучших из лучших. Более 2000 общественных комиссий участвуют в этом конкурсе областном и надо тоже определить лучших из них, равно как и среди профсоюзных комитетов, которых около 3000 в области. Но постоянная работа, оценка непосредственно в трудовом коллективе, самими работниками, какое внимание уделяется активистам в осуществлении общественного контроля, в обеспечении безопасных условий труда вместе с нанимателем и является критерием оценки для того, чтобы получить эти награды. Получилось так, что, наверное, впервые мы заняли такое место, как организации, как профсоюзный комитет, как общественный инспектор. Но благодаря очень много делается у нас в организации и общественным инспекторам, и заведующим филиала Валентина Васильевна Пашкевич очень много делает для работы по охране труда. Опять же, председатель правкома наш Распутин Сергей Александрович и инженер по охране труда Морозко Татьяна Ивановна. Все они очень много делают для защиты прав по охране труда наших сотрудников, скорой помощи в частности. Параллельно с чествованием победителей в объединении профсоюзов в детской библиотеке имени Пушкина прошла церемония награждения участников конкурса детского рисунка плаката фотографии по охране труда и пожарной безопасности. Как не стать жертвой огня и почему важно знать правила дорожного движения? Зачем нужны средства защиты на воде и для чего соблюдать правила безопасности, находясь дома? Ответы на эти вопросы юные брещане выразили творчески. В итоге самых креативных ждали дипломы и поощрительные призы в виде смартфонов, компьютерных клавиатур и других ценных подарков. Всего в творческом состязании одержали победу 24 участника. Это несколько необычный конкурс, скажем так, вроде бы это не детский конкурс, я считаю, потому что безопасность труда. Кажется, вроде бы труд, дети на сегодняшний день пока для людей важным являются учеба. Но, тем не менее, мы смотрим вперед, смотрим в перспективу, понимаем, что детям в будущем придется определяться с профессиями. И, соответственно, на сегодняшний день проблема травматизма, она, конечно, стоит очень остро. Поэтому мы организовали вот такой своеобразный конкурс, где каждый ребенок учреждения образования города Бреста пытался своими глазами в виде рисунка, в компьютерной графике показать, как они видят на сегодняшний день безопасный труд. Основная цель нашего конкурса – это привлечь как можно больше детей и ребят к той проблеме, которая есть у нас в городе – это производственный травматизм. Из года в год количество членов, участников конкурса становится все больше и больше. В этом году у нас рекордное количество ребят приняло в этом конкурсе участие. Их около 200 работ было представлено на суд жюри. Охрана труда людей, охрана их жизни – дело государственное, поэтому важно не допустить каких-либо нарушений, ведь и средства, и возможности для выполнения всех требований по охране труда есть. Не хватает порой лишь желания сделать все так, как нужно. Когда со своей стороны работодатель станет уделять должное внимание условиям труда своего коллектива, а также искать пути улучшения этих самых условий и делать все необходимое, чтобы не допустить производственных травм, статистика несчастных случаев плавно сойдет на нет.